Вы очень часто просили меня снять это видео, и я вас очень прекрасно понимаю, потому что я тоже была подростком и тоже испытывала целую кучу проблем с кожей. Привет, меня зовут Авами Лиса. Сегодня я расскажу вам о том, как же правильно ухаживать за подростковой кожей. Если ты впервые на моем канале, обязательно подписывайся, тык, и включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем никогда ничего не пропустить. А мы приступаем. И я знаю, что этот вопрос будут часто задавать, но я сразу хочу на него ответить. Если вы хотите пользоваться декоративной косметикой, пользуйтесь декоративной косметикой. Нет никаких ограничений, и я ни по себе, ни по своим знакомым не заметила, что кожа действительно становится хуже от косметики. В некоторых случаях она даже ее защищает. Например, я бы вам очень рекомендовала использовать BB-крем с большим SPF-фактором, например, с SPF 50. Потому что мало того, что вы защищаете свою кожу от вредных ультрафиолетовых лучей солнца, так вы еще, ко всему прочему, выравниваете тон кожи. Я понимаю, что обычно там-то и выравнивать еще нечего, потому что кожа сама по себе очень красивая. Но тут вы получаете еще более красивую кожу и еще даже защиту. Главное после этого всего просто правильно смывать косметику. Следующий подростковый момент это никогда не давить прыщи. Я очень хорошо понимаю, что женщины любят давить прыщи. Не все, конечно, но очень много людей любят вот это вот все делать. Но вот это вот все делать лучше не делать. По одной простой причине, потому что вы разносите инфекции, вы разносите грязь. И в принципе, как правило, вы даже не до конца этот самый прыщ выдавливаете, и он остается там, как следствие он еще сильнее набухает, и в итоге все только хуже становится. А нам-то надо, чтобы лучше было. Но если вдруг вот у вас прям вообще руки вот так вот чешутся, и вы не можете с собой совладать, запомните золотое правило. Если вы выдавливаете прыщ, хорошо потом обеззараживаете рамку и обеззараживаете свои руки. Перекись водорода, борный спирт вам в помощь. Перекись водорода, все это очищаем, чтобы ни в коем случае там у нас грязь никакая не попала в нашу ранку. И борным спиртом прижигаем. Но ни в коем случае не надо держать борный спирт вам целых полчаса. Чуть-чуть вот так вот приложили, отпустили, все. Но в целом прыщи лучше, конечно, не давить. Запомните, вот сейчас прям запоминайте. Есть три средства, которые на где-то проценты 90 решат проблему всех, кто сейчас смотрит это видео. Первое средство называется Далицин. Второе средство называется Регицин. Третье средство называется Энтеразгель. Все эти три средства в моих видео так или иначе фигурируют. Но фигурируют они только потому, что они работают. Кто их использовал, у всех сработало. Да, безусловно, может быть какой-то там незначительный процент людей, которым это не поможет. Но в основном помогает всем. Все три средства продаются в аптеке. А теперь давайте расскажу, как ими пользоваться. Далицин или Регицин. Покупаем что-то одно. Это мась. Мась вы наносите на умытое лицо. Несколько раз в день. Если у вас прям очень много прыщей, наносите, собственно, на все лицо. Если локальные прыщи, наносите конкретно на эти самые прыщики. Трижды в день. Средство совершенно не воняет, оно не противное, оно не мерзкое. Это, как правило, обычный прозрачный гель. Наносите, высыхает, все, забыли, забили. Вы используете этот крем до тех пор, пока у вас не закончится тюбик. Когда у вас закончился тюбик, у вас, как правило, уже и прыщей не будет. В принципе, средства работают очень быстро. Я сама им пользовалась. И оно спасло мою кожу, ну, где-то, наверное, недели за две. Вот серьезно, за две недели у меня сошли все прыщи, которые у меня были. Поэтому я вам советую исключительно от себя. И также моей подруге, которым я советовала, тоже самое им помогло. Мне это вообще посоветовала женщина, у которой идеально кожа лица. Поэтому я прислушивалась. И, в общем-то, не зря. И следующий совет, это энтеросгель. Это средство для детоксикации. Его также принимают при отравлениях. Но в чем тут прикол? Прикол в том, что оно выводит все лишнее из нашего организма. Средства гадостные. Об этом я тоже уже говорила. Что нужно делать? Покупаем энтеросгель, опять-таки, в аптеке. Ставим ее в холодильник. И каждый раз, каждый день перед едой, в течение одной недели или десяти дней, в зависимости от того, насколько у вас все плохо, принимаем одну столовую ложку и запиваем ее. Следующий момент, когда нужно идти к косметологу. Нет однозначного ответа, потому что ситуация очень-очень своеобразная у каждого человека. Если вы понимаете, что вы не можете справиться домашним способом, если никакие крема вам не помогают, безусловно, нужно идти к косметологу. Но здесь есть очень большой неприятный момент. Как найти хорошего косметолога? Потому что некоторые косметологи начнут втирать вам, ну, просто откровенную дичь. Тут, к сожалению, вам придется довериться опыту своей мамы или своей сестры. Ну, в общем, какой-то более старшей женщины, которая вместе с вами придет к косметологу, послушать, что скажет вам косметолог, и уже ваша мама, например, или ваша сестра, ну, в общем, тот человек, которому вы доверяете, должен поставить свой вердикт. Потому что очень часто косметологи разводят маленьких девчонок. У меня тоже самое было. Огромное количество моих друзей, которые ходили к плохим косметологам, косметологам в итоге просто подсаживались на косметологов, и это был просто бесконечный вот такой вот круговорот цикл похода к косметологу. То есть она пришла, как бы ей все почистили, две недели все у нее классно, а потом через две недели она ровно точно так же покрылась прыщами. Такие косметологи не лечат, они калечат. Поэтому обязательно нужно ходить к косметологу взрослым человеком, чтобы просто косметолог не втирал вам всякую хрень, вам ненужную. Вы пока еще сами можете этого не понимать и не знать, что вам нужно, а что не нужно. Но более взрослый человек, он всегда вам даст совет. И, как правило, косметолог просто не рискнет втирать какую-то ерунду, если он будет понимать, что ребенок находится под надзором. Следующий вопрос я зачитаю из моего инстаграма, точнее я дам вам его послушать. Это был очень частый вопрос, и давайте я вам на него отвечу. Привет, Лиза. Подскажи, пожалуйста, что нужно делать для кожи, с кожей, если у меня очень много черных точек, особенно в области щек и Т-зоны. Спасибо за внимание. Это действительно сильная проблема, очень частая, и у меня будет целых два ответа на один вопрос. Во-первых, я уже снимала полноценное видео. Про то, как избавиться от черных точек, вы можете посмотреть его по ссылке в описании. Это видео видела не так много людей, потому что я снимала достаточно давно, когда у меня еще не было такого огромного количества подписчиков, поэтому посмотрите обязательно, реально супер полезное видео. Второй вам ответ, то, что я хочу дополнить к тому видео и сказать вам сейчас, это экстремальный способ, но он работает. Значит так, принимаем ванну, то есть нам нужно распарить свою кожу. После этого берем на увлажненное лицо, наносим самую обычную соду, именно прямо вот на ту зону, у которой у нас страдает от черных точек, и вот так вот скрабируем, втираем, только очень-очень осторожно, нежно, нам не нужно прям сильно туда растирать. После этого смываем соду и наносим диски, которые пропитаны кефиром с солью, то есть мы наливаем кефир, добавляем туда соль, размешиваем, пропитываем ватный диск, и вот так вот наносим, и оставляем минут на 10 прямо на носу ватный диск. Через 10 минут смываем. Может щипать, может покраснесть, это в принципе нормально. И в идеале после вот этого нанести себе на нос голубую глину. Голубая глина продается в аптеке, там цена вопроса 10-15 рублей, ну может быть 40, да, вот в дорогих каких-то аптеках. Вы ее разводите согласно инструкции и наносите себе на нос. Через 10 минут смываете. Так уж вышло, что для подростковой кожи производители очень часто рекомендуют всевозможные тоники, эссенции на основе спирта и алкоголя. Это полный пипец, потому что если вы начинаете такую штуку использовать, она тупо сушит вам ваше лицо, проще никуда не уходит, а кожа вместе с этим начинает еще шелудиться, шелушиться. Думаю, наверняка кто-то из вас уже пользовался, и я уверена, что если пользовался не тот, у кого супер жирная кожа, уже об этом 10 раз пожалел. Следующий момент, вот чисто просто от меня, когда я была подростком, у меня была челка. Мне нравилось ходить с челкой, все было классно, но потом я поняла, что мое скопление прыщей, оно вот в этой зоне в основном находилось. И в какой-то момент я просто подумала, решила, что нафиг я эту челку не хочу, я попробую ее убрать. Причем чисто из эстетических целей. Когда я убрала челку, все мои прыщи на лбу, они прошли. Так что, если ты и носишь челку, и если у тебя здесь есть какие-то прыщи высыпания, просто попробуй, хотя бы прикол ради, вот так вот ее закалывать первое время, пока она чуть-чуть отрастет, и посмотреть, есть ли разница или нет. Запомните, с этой фигней, с прыщами, сталкиваются практически все. Мальчики, девочки. Так или иначе, все от этого пострадали, и я в том числе. Это, к сожалению, нормально, это, так сказать, неизбежное зло. Я уверена, что если у тебя сегодня состояние кожи оставляет желать лучшего, то все у тебя будет в перспективе хорошо. Как минимум, потому что ты в какой-то момент времени вырастешь, и кожа твоя вместе с тобой просто улучшится в определенный момент времени. Поэтому, как бы ты сейчас не была расстроена по этому поводу, просто, ну, постарайся на это забить. Я понимаю, что очень тяжело забить, когда ты видишь отражение в зеркале, когда ты видишь эти ненавистные прыщи, если они еще и болят, ко всему прочему. Но, тем не менее, это просто такой момент времени, когда все меняется. Что также касается ухода за кожей, сейчас я скажу вам самую важную вещь. Вот, наверное, самый главный совет, который вам никто, кроме меня, не скажет, потому что обычно о таком молчат. Контролируйте свою мимику. Мне очень часто говорят, что как будто бы мое лицо парализовано, или якобы то, что у меня во лбу ботокс. На самом деле, такой хрени в моем лице нету. Нафиг мне ботокс, блин, мне не столько лет, чтобы колоть себе ботокс. Но я прекрасно знаю то, что люди, которые очень активно вот работают своей мимикой, и вот это вот все делают у них даже в раннем возрасте, годам к тем же самым, к 20. То есть, я вижу моих ровесниц, у которых состояние кожи оставляет желать лучшего. У них огромное количество уже морщин, в том числе носогубных, на лбу, потому что люди не умеют контролировать свою мимику. Да, конечно, я понимаю, что говорить постоянно вот с таким вот покерфейсом, это тоже не вариант. И иногда нужно давать какую-то эмоцию, но почувствуйте разницу между тем, чтобы давать эмоцию, когда она нужна, или чтобы перманентно сидеть и вот так вот улыбаться, улыбиться по любому поводу, даже когда ты сидишь перед компом. Обязательно поделитесь этим видео со своими подругами, которые также страдают от прыщей, потому что, ну, такие вещи, к сожалению, о них очень мало информации. А когда ты начинаешь все это гуглить, ты находишь какой-то невменяемый бред формата там утром мой лицо, вечером мой лицо, вау, ты красотка, ну, от этого прощения не проходят. Обязательно ставьте мне лайк, если вы хотите больше таких видео, задавайте ваши вопросы мне в инстаграм формате видео, и я обязательно буду на них отвечать в своих последующих роликах. Подписывайтесь на мой канал еще раз, тык, если вы еще не подписались. И всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока, до новых встреч, наверное. Пока-пока, 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 пока-пока.